Так столица вплотную готовится к проведению саммита ШОС. Главные политические мероприятия пройдут в госрезиденции Аларча. Специально в рамках предстоящего саммита ШОС госвизитов председателя Китая и премьер-министра Индии в госрезиденции проводятся ремонтные работы. Обновляются фасады здания, а также на его территории были сооружены несколько новых пристроек, включая белоснежный шатер, где накануне встречали Владимира Путина. Как готовятся к предстоящим мероприятиям, расскажет Джибек Шершембеева. В этом году в Кыргызстане пройдет ряд важных политических событий. С госвизитом в Кыргызстан прибудет глава Китая и премьер-министр Индии. Ну а в начале июня состоится саммит ШОС. Специально для данного мероприятия в госрезиденции были отремонтированы многие здания и сооружения. Одним из отремонтированных залов является малый зал, который называют еще и белым. При его ремонте основной упор делали на дизайне и качестве используемых материалов. Мы полностью провели капитальный ремонт данного зала. Если раньше он был в серых тонах, то сейчас зал преобразился и стал отвечать международным стандартам. Его дизайн, начиная от краски, заканчивая софитами, был выполнен в светлых тонах. По проекту мы учли все национальные особенности страны. Стол переговоров и стулья. А также вся соответствующая мебель была изготовлена из ценных пород дерева нашими местными мастерами. Рядом с этим залом была сооружена чайная комната для высоких гостей, которая выполнена в таком же белом стиле. Квадратура комнаты 147 квадратных метров. Она предназначена для того, чтобы после переговоров высокие гости могли здесь поговорить в неформальной обстановке за чашечкой чая. Следует отметить, что в резиденции до этого такой комнаты не было. Новая пристройка. Как раз мы в апреле месяце закончили полностью. И, как вы знаете, в апреле, когда приезжал президент Российской Федерации, вот здесь как раз наш президент его встречал. Один на один. Да, мы планируем до 2 июня полностью закончить. Как вы знаете, 13-14 числа у нас уже саммит шосс. Мы уже полностью будем готовы. Вместе с этим также создали условия для асинхронных переводчиков. Для этого была сооружена специальная комната со всеми условиями. А для журналистов, которые прибудут на шосс, подготовили пресс-центр. Здесь же максимально короткие сроки был построен белосержий шатер для государственных визитов, который полностью облицован отечественным мрамором. Его квадратура составляет 2000 квадратных метров. А для торжественных приемов высоких гостей производится полная реконструкция ресторана. На сегодня завершены 80% внутренних отделочных работ этого ресторана. Он рассчитан на 444 посадочных мест. По мере завершения отделочных и облицовочных работ будут проводиться монтаж деревянных и мебельных изделий в накопителе, установка столов и стульев с чехлами, скатертью, подвеска штор и благоустройство территории. Объект полностью будет завершен до 2 июня 2019 года в соответствии с графиком производства работ. В госрезиденции Аларча полным ходом идут строительные работы. Все эти работы ремонтные планируется завершить до 1 июня, чтобы к приезду гостей можно было их встретить на самом высоком уровне. Кроме этих работ на территории резиденции обновлено дорожное покрытие, проведено асфальтирование основных дорог и расширение парковочных зон. Изготовлены и установлены уличные осветительные фонари. Также наряду с ними обновляющая система ирригации идет процесс по озеленению территории. Мы готовим сейчас КШОС, ирригационная система, обновление гостиничного комплекса, обновление ресторана и обновление гостевых домов, где будут проживать президенты. На сегодня усилены темпы производства ремонтно-строительных работ. На всех объектах проводится ежедневный технический надзор качества и сроков производства. Рядом с конгресс-холлом будет установлена юрта и разбиты художественные ландшафтные клумбы. На все эти работы выделено около 420 миллионов сумм, сообщили в аппарате президента. Тоже сейчас мы проводим капитальный ремонт, полностью завершим 2 июня. На ремонт и строительство сейчас уходит около 420 миллионов сумм. В основном это предусмотрено в республиканском бюджете. И, как вы знаете, и члены государства ШОС тоже оказывают финансовую помощь. Наряду с этим также проводится усовершенствование фасада некоторых гостевых домов и благоустройство территории, укладка тротуарной брусчатки, а также внутренняя отделка гостевых домов. Все эти работы будут завершены в начале июня. Тебе к шашамбива нуждал арбеков пирамида.